По статистике, после окончания педагогических вузов, лишь половина выпускников идет работать по специальности в школы. Остальные отдают предпочтение более прибыльным профессиям. На форум молодых учителей собрались лишь те, кто, несмотря на все сложности и проблемы, выбрали педагогику делом всей своей жизни. Система образования определяет успех, успех развития нашей страны. Поэтому наш президент в указах, которые были 7 мая выпущены, одним из первых обратил внимание на систему образования. Вот форум, который мы проводим с вами, молодыми педагогами, он направлен на то, чтобы каждый из вас дерзал, чтобы каждый из вас все-таки выходил немного из шаблона. А кто-то больше, кто-то меньше, но постоянно что-то новое, что-то интересное, что-то полезное использовал в своей работе. Молодые педагоги познакомились с тонкостями преподавательского ремесла, посетили открытые уроки лучших учителей Московской области, мастер-классы победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России» и областного конкурса «Педагог года Подмосковья». Поставлена цель, во-первых, познакомить друг с другом молодых педагогов, сплотить их. Ну и, конечно, встретиться, провести встречи и мастер-классы уже более опытных педагогов, обменяться какими-то информациями. Те, кто заинтересован, вопросы возникают по работе, взять наставничество, шефство. Форум проводился на двух образовательных площадках – во властной гимназии имени Примакова и Одинцовской лингвистической гимназии и завершил областной конкурс «Педагогический дебют», прошедший в конце ноября. Его лауреатами стали пять молодых специалистов, еще четыре учителя получили награду в специальной номинации, а победителем был признан преподаватель истории и общества знаний из Одинцовского района Владислав Козлов. Разрешите от лица всех участников конкурса поблагодарить организаторов. Это было действительно здорово, и вам удалось создать атмосферу для реализации творческого потенциала и нашей самореализации. Спасибо вам большое. Власть Одинцовского района создает все условия для привлечения молодых специалистов в педагогику. В этом году на работу в образовательные учреждения муниципалитета устроились 39 человек. Мы в этом году тоже набирали молодых педагогов, набираем их с гордостью, приглашаем их в свой красивый Одинцовский район. Мы даем служебное жилье, мы стараемся дать опытных наставников. И не случайно, наверное, одно из критериев оценки качества директоров – это процент молодых педагогов, которые привлекаются в образовательные организации. Педагогический форум молодых специалистов – важная площадка для обменом опытом, необходимая и полезная не только для начинающих, но и для опытных учителей, считает директор гимназии имени Примакова Майя Майсурадзе. Если молодежь учится каким-то приемом педагогическим, именно у более опытных коллег, то педагоги-наставники всегда могут повернуться к молодым и научиться у них инновационным технологиям, пьюр-кодам, программам Кахут и прочим приложениям, которые облегчают образовательный процесс современный. Пристальное внимание властей региона к сфере образования уже дает результаты. В этом году число молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные учреждения Московской области, увеличилось на 15%. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.